Давайте попробуем вот таким образом, стало ли получше, раз, 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 отлично, да, вижу, что стало лучше, прекрасно, тогда будем начинать наш сегодняшний вебинар, напомню, как всегда, по понедельникам в 19.30 у нас проходит вебинар, который называется «Технический анализ Price Action», на котором мы анализируем рынок, смотрим интересные ситуации, которые могут быть, и я отвечаю также на ваши вопросы. Для тех, кто присутствует на этом вебинаре впервые, меня зовут Исаков Роман, я являюсь региональным менеджером компании Admiral Markets. В компании Admiral Markets уже работаю 5 лет, но, что, наверное, более важно, мой опыт на финансовых рынках составляет порядка 7 лет. И в рамках данного вебинара я делюсь своими наработками и рассказываю вам, как я анализирую рынок и как нахожу те ситуации, которые могут быть интересны. Ну и, конечно, ключевой метод, который мы рассматриваем, это Price Action. Мы не смотрим индикаторы, а только смотрим те паттерны, те закономерности, которые мы можем отследить, исходя из поведения цены, то есть те ценовые модели, которые являются основными. Ну и, как всегда, предупреждение о рисках перед началом нашего вебинара. Всегда важно понимать, что на торговле на финансовых рынках связано с риском, и все те моменты, все эти ситуации, которые мы рассматриваем на данном вебинаре, не могут являться прямой рекомендацией к действию. Как я уже сказал, я делюсь своими наработками, и это только мое субъективное мнение по способу оценки рынка. Вы можете его применять для себя, я надеюсь, что многие вещи для вас будут полезны. Ну и также скажу, что всегда каждый трейдер индивидуален, и каждый подход к торговле у всех трейдеров разный. Если вы найдете для себя интересные вещи, интересные моменты, это будет уже отлично, в том числе и для меня, для человека, который проводит для вас эти вебинары. Вебинары идут у нас уже, наверное, более года, достаточно большое количество участников, кто ходит постоянно, но также у нас появляются и новые слушатели. Поэтому для того, чтобы мне понять, кто у нас, к примеру, сегодня пришел впервые, давайте устроим небольшой вопрос. Кто пришел на этот вебинар первый раз, пожалуйста, нажмите цифру 1 в чат, напишите ее, и я пойму, какое количество участников у нас пришло впервые. И несколько сориентирую вас о нашей текущей работе. Да, вот вижу Виктор, Дмитрий, Николай, Виталий, Игорь присутствует впервые. Отлично. Тогда для вас я несколько сориентирую то, о чем мы будем говорить сегодня. Во-первых, в рамках данного вебинара мы разбираем основные инструменты, такие как пара евро-доллар, фунт-доллар, нефть, золото, на предмет того, в какой фазе рынка мы сейчас находимся и какие можно ожидать движения по той или иной ситуации. Всегда важно помнить о том, что трейдер должен торговать интересную ситуацию. Не всегда возможно открыть рынок и сказать, куда сейчас цена пойдет, на 200 пунктов или на 300 пунктов. Я думаю, что вот такой вопрос часто возникает у людей, которые узнают, что вы работаете на финансовых рынках, вы трейдер, вы совершаете операции. Сразу же возникает вопрос, ну куда там пойдет доллар-рубль или евро-доллар, когда там нужно покупать доллары. То есть это не подход для трейдера. То есть для трейдера в принципе не важно, куда он пойдет, когда он будет по той цене. Важно определить торговую систему, торговать те ситуации, которые в большей степени могут принести положительного итога по данной сделке. То есть мы в любом случае торгуем вероятностью. И вот как раз в рамках данного вебинара мы рассматриваем те вероятности, которые нужно учесть, исходя из того инструмента, который мы рассматриваем. В рамках этого вебинара, как я уже сказал, мы делаем обзор по основным инструментам, примерно обзор на предстоящую неделю, плюс я отвечаю на ваши вопросы. Я уже несколько вопросов получил на почту и вижу, что во вкладке «Вопросы» также они появились. Мы начнем именно с них, их разберем. Дальше уже проанализируем рынок. И важно помнить о том, что ситуация на рынке может поменяться очень быстро. То есть то, что мы с вами сегодня сделаем, уже в какой-то степени может потерять свою актуальность завтра. И для того, чтобы вы всегда были в курсе актуальных событий, актуальных движений на рынке, я записываю ежедневный обзор, который добавляется на наш YouTube-канал, на YouTube-канал компании Admiral Markets. Ссылка на него прикладываю. Называется он «Ежедневный обзор основных инструментов». Поэтому, чтобы быть всегда в курсе актуальных движений, актуальных паттернов по тем валютным парам, которые вы рассматриваете, которые вы торгуете, то подписывайтесь на наш YouTube-канал и вы всегда будете получать уведомления о новых видео. Как правило, видео добавляются до 10 часов по московскому времени. То есть с утра вы можете его там найти. Пока мы не включили в него криптовалюты, возможно, это будет отдельный видеообзор. Я думаю, что многие из вас уже слышали, что в компании Admiral Markets стали доступны криптовалюты для торговли. Пока мы разрабатываем отдельный аналитический проект по криптовалютам. И в ближайшее время он тоже появится. Поэтому они будут вынесены уже в отдельный проект, потому что фактически это инструменты, которые достаточно сильно отличаются от классического анализа по валютам или по акциям. Все равно нужно учитывать свои особенности. Поэтому подписывайтесь на YouTube-канал. Туда же будет добавляться и видео сегодняшнего вебинара. К примеру, если вы в следующий понедельник не сможете его посетить, то в первое половине дня вторника вы сможете найти запись в этом канале. В большинстве случаев она добавляется. Иногда, к сожалению, видео не позволяет по качеству его добавить. Если происходят какие-то технические неполадки во время. В вебинару это происходит редко, но тем не менее. Поэтому старайтесь присутствовать онлайн, для того чтобы мы смогли в режиме диалога уже обсудить такую ситуацию на рынке. Хорошо. Ваши вопросы, которые появляются в ходе разбора, в ходе анализа, пишите в чат. Я периодически буду останавливаться, смотреть, какие появились вопросы и на них отвечать. Ну и также в конце занятия, вебинар у нас пройдет примерно час, то есть до половины девятого. Оставим время на ваши вопросы. Поэтому подготовьте их, напишите и я обязательно на них отвечу. Несколько вопросов, которые я получил. Один вопрос касался анализа валютной пары. Новозеландский доллар, американский доллар и вопрос, который я получил в чат. Провести анализ пары евро-доллар, показать вход в сделку, когда появилась такая возможность и отследить сделку до завершения. А мы посмотрим пару евро-доллар, безусловно, и разберем, наверное, на тех примерах, на которых это более очевидно. Потому что, как я уже сказал, те торговые ситуации, которые мы можем отследить по инструментам, не всегда их интересно торговать. То есть, возможно, по паре евро-доллар сейчас не самая оптимальная ситуация для входа в рынок. Но она может быть по какому-то другому инструменту. То есть, это всегда важно помнить. И мы это тоже посмотрим. Сейчас я запущу метатрейдер. От вас мне потребуется сигнал, что он появился. И мы, собственно, перейдем к первому вопросу, который относился к паре новозеландский доллар, американский доллар. Итак, коллеги, поставьте, пожалуйста, сейчас плюс, если у вас появился терминал, и вы видите мой экран. Отлично, плюсики пошли. Итак, вопрос заключался в том, есть, когда стоит входить, ну, собственно, простой вопрос, да, когда стоит входить на продажу по паре новозеландский доллар, американский доллар. Собственно, это и является ключевым вопросом для трейдера. Всегда, да, то есть, когда стоит войти в ту или иную пару. Но здесь ситуация довольно-таки интересна. Мы начнем наш разбор, и я начну отвечать на ваш вопрос по данной паре с того, что мы посмотрим, где сейчас у нас находится данная пара. Если мы рассматриваем дневной таймфрейм, мы видим, что новозеландец подошел к уровню сопротивления в области 73-74. Это максимальное значение, которое мы видели в начале этого года, в феврале, в начале февраля. Что мы видели, собственно, до этого, да, то есть, до этого промежутка? Мы видели то, что начиная с августа 2016 года, то есть, практически год назад, пара новозеландский доллар, американский доллар пошла снижаться. То есть, мы видим те локальные минимумы, которые у нас формируются по направлению нашего движения, и мы видим, что максимальное значение не обновляется. То есть, в рамках тенденции дневной, да, мы можем сказать о том, что на текущий момент тенденция основная идет именно нисходящая. То есть, минимумы обновляются, а максимумы не уходят выше. То есть, тенденция понижается. Ну и, безусловно, то движение, которое у нас было, начиная с мая, с середины мая текущего года, то есть, где мы видели данный рост, ну, в принципе, по большинству инструментов, мы видели укрепление американского доллара, на текущий момент пока тенденция не поменялась. Я напомню, что один из ключевых паттернов, который всегда важно держать в голове, то есть, как, в принципе, работает тренд. Тенденция на повышение – это постепенно повышающиеся минимумы. То есть, у нас есть импульс, есть коррекция, есть уровень, из которого коррекция продолжилась, то есть, когда формируется следующий импульс. И фактически отменой уже данного тренда, то есть, понять, когда тренд разворачивается, мы можем в том случае, когда мы видим, что цена пробивает вновь локальный минимум, с которого у нас пошел последующий импульс. То есть, фактически, вот данная точка, когда будет пробита, то есть, большей вероятностью тенденция применяется уже на нисходящий, вот в рамках того паттерна, который я сейчас нарисовал. Он очень простой, он, я думаю, рассматривался на начальном этапе большинством трейдеров, но очень часто трейдеры хотят для себя найти какие-то более сложные торговые системы, какие-то индикаторы, какие-то дополнительные алгоритмы, но вот этот подход, он работает очень хорошо. Единственный вопрос заключается в том, чтобы найти данную ситуацию, потому что, опять же, тренд можно разложить по разным уровням, по разным таймфреймам, поэтому всегда лучше начинать анализ с более крупного, безусловно, то есть, как один из основных, это дневной, дневной, четырехчасовой, и уже решение по сделке применяется на часовом таймфрейме. Так вот, в рамках дневного таймфрейма, то, что мы сейчас рассматриваем, мы видим, что пара подошла в область сопротивления, в область сопротивления февраля на отметке 73,85. Что сейчас мы можем ожидать? Фактически здесь у нас есть два сценария. Если пара уходит выше, то есть закрепляется выше данного уровня, то, вероятно, начало тенденции восходящей. То есть, фактически у нас отменяется уже тот нисходящий тренд, который был последующий год, и мы будем рассматривать ситуацию на покупку. Но пока пара остается ниже данного уровня, основная тенденция все-таки остается на продажу. И в этом случае на более мелких таймфреймах интересно искать также продажу, для того, чтобы присоединиться к этой паре уже в сторону основного тренда, в сторону основной тенденции. Бессловно, важно помнить о альтернативном сценарии. То есть, не бывает никогда стопроцентного результата, стопроцентного исхода. То есть, у нас есть наиболее вероятный сценарий, есть сценарий альтернативный. В данном случае, основной сценарий – это продолжение нисходящего движения по паре новозеландский доллар, американский доллар уже в область поддержки, в область минимальной значения, которую мы видели в середине мая. это область 66, 68, 63. То есть, потенциал движения составляет порядка 480 пунктов по данной паре. Теперь, как нам понять, когда появляется сигнал по входу по данной ситуации. Как правило, мы в рамках уже присоединения рассматриваем часовой таймфрейм, то есть, ищем ситуацию на присоединение именно на часовой таймфрейм. Почему часовой? Я использую такой способ отслеживания, как проходят торговые сессии в рамках 24 часов. Тем более, если мы говорим о валютном рынке, мы знаем, что они торгуются 24 часа. У нас есть 4 основные торговые сессии. Это европейская, американская, азиатская и тихоокеанская. То есть, смысл заключается в том, что мы смотрим, как закрывается у нас торговый день. То есть, если у нас покупатели имеют силу день за днем, то есть, открываются, например, вот как здесь, открылись по данному уровню, закрылись выше открытия. То есть, тенденция идет на укрепление. Следующий день опять открылись в данной области, закрылись выше. То есть, тенденция продолжается на укрепление. Но, как мы с вами уже отметили, в рамках данной ситуации наиболее интересны присоединения на продажу. По крайней мере, до тех пор, пока мы торгуемся ниже области 73-76, вот того значения, которое значим красным цветом. Так вот, один из способов как раз поиска присоединения, того, это тот момент, когда у нас тенденция начинает двигаться уже в сторону понижения, то есть, в сторону основного тренда. Вот для примера, давайте отметим те последние дни, которые у нас были по данной паре. Я беру 24 часа, то есть, у меня включен разделитель периодов. Вы тоже это можете сделать. В терминале правой кнопкой мыши выбираете свойства, вкладка «Общие» и показатель разделитель периодов. Вот сетку я убираю, потому что сетка не столь информативная и не столь полезна. Начинаем отмечать минимальные и максимальные значения за торговый день. И мы видим, что в рамках последних двух дней, которые я отметил, которые были на прошлой неделе, тенденция идет на укрепление. То есть, фактически, это то же самое, если вы откроете дневной таймфрейм и посмотрите свечи. То есть, анализ свечной на дневном таймфрейме. Практически, это то же самое, но мы раскладываем в рамках часа для того, чтобы найти более точные ситуации по входу. Здесь мы как раз отмечаем минимальное значение. Следующий день, пятница, также минимум выше предыдущего, день закрылся. Сегодня цена не смогла обновить локальный максимум и пока не обновила локальный минимум. То есть, о чем это говорит? У нас сейчас на рынке происходит замедление. То есть, был довольно-таки хороший импульс. В четверг на прошлой неделе движение было порядка 120 пунктов, что не характерно для данной валютной пары. А затем уже данная сила покупателя, она стала сходить на нет. То есть, фактически, мы не видим таких сильных движений. Возможно, это период консолидации, возможно, это момент, когда произойдет разворот. То есть, здесь могут быть эти обе ситуации. Но мы, опять же, помним, что основная тенденция на дневном пока идет нисходящее, поэтому для нас в данном случае будет наиболее интересна ситуация на продажу. Поэтому, какую цель мы здесь можем себе отметить для поиска присоединения на сделки на продажу? Здесь ключевым фактором будет то, как будет себя вести цена ближайшие несколько дней. У нас есть минимальное значение, которое было в пятницу. Это отметка 72,98. Фактически, нам для часового таймфрейма, для подтверждения, нужно дождаться той ситуации, когда, по крайней мере, одна часовая свеча и открывается и закрывается ниже данного уровня. То есть, за минимум пятницу. Фактически, это может произойти сегодня. У нас еще есть несколько часов торговли, но это может произойти и завтра. Сейчас мы отметим схематично, что нам необходимо искать, что нам необходимо отслеживать. К примеру, если мы видим, что последние несколько часов цена начинает опускаться, мы видим заход ниже данного уровня и у нас появляется свеча, которая открывается и закрывает ниже данного значения. Я сейчас беру примеры на свечи все одинаковые, то есть, тут важно понять сам принцип, как это происходит. И вот, собственно, после того, как у нас появилась данная свеча, мы можем искать точки уже на продажу. Фактически, у нас здесь есть уровень, куда мы можем поставить стоп-лосс, а это одно из наиболее важных моментов, потому что не всегда трейдеры на это обращают внимание, но это вещь очень важная. В данном случае уровень стоп-лосс у нас будет находиться за максимальным значением, которое было 13 июля в четверг. Это отметка 73,68. То есть, фактически, если цена уходит выше данного уровня, то держать уже продажу смысла нет. Уже наиболее вероятно будет начало восходящего тренда по данной паре. То есть, это наш ограничитель, выше которого не имеет смысла держать, по крайней мере, до тех пор, пока цена не вернется вновь за отметку 73,68. За красную линию. И фактически у нас появляется какая ситуация? То есть, нам нужно найти точку, по которой нам было бы интересно присоединиться по данной паре. Можно рассматривать вход по текущей цене непосредственно после того, как мы получаем данный сигнал. Тогда, в данном случае, потенциальный стоп-лосс может составить порядка 80 пунктов. 82 пункта, если мы выбираем его за предыдущий максимум. Я напоминаю, что смысл оставить стоп-лосс внутри этого уровня. Бывают такие ситуации, когда трейдер кажется, что стоп-лосс слишком большой. Ответ заключается не в том, чтобы ставить стоп-лосс поменьше. Если вы для себя ставите стоп-лосс 40 пунктов всегда, то нужно торговать тогда те ситуации, по которым стоп-лосс будет 40 пунктов, а не просто ставить его на 40 пунктов от текущей цены. В данном случае, если мы поставим, к примеру, его на 40 пунктов, он у нас будет фактически здесь. Он будет в середине этого канала. Даже если цена вернется в эту область, на рынке ничего не поменяется. Стоп-лосс сработает и это будет фактически напрасная потеря, как я это называю. Поэтому стоп-лосс должен стоять правильно. Следующий вопрос это где мы войдем, где мы присоединимся. Если вы для себя понимаете, что для вас 40 пунктов это максимальный стоп-лосс, тогда его и нужно отмерять от максимального значения. То есть, к примеру, мы отмеряем 40 пунктов от того уровня, за который нужно поставить стоп-лосс и вот сюда вы можете поставить отложенный ордер sell limit. В том случае, если цена у нас сначала пробивает данный уровень, затем корректируется, если это произойдет, то тогда вы войдете в сделку со стоп-лоссом 40 пунктов. Но не нужно его ставить просто на 40. То есть, в данном случае, если входить, примеру, по рынку, то он будет порядка 80 пунктов. Что мы говорили о цели, то цель по данному движению, как цель максимум, это движение в область 68. текущей цены это порядка 400 пунктов. В принципе, соотношение довольно-таки интересно. То есть, порядка 1 к 5. То есть, рискуем 1 процентом, заработать можем 5 процентов. То есть, вот такие сделки являются интересными. Но, безусловно, нужно помнить о том, что цена туда может прийти, в данную область, за достаточно продолжительный промежуток времени. То есть, это может быть, ну вот, сколько цена шла в последний раз. Началось движение 7 февраля, а до минимальных значений дошли 9 мая. То есть, фактически 3 месяца. То есть, 3 месяца цена туда шла. Здесь уже можно комбинировать ваши торговые ситуации. Можно входить в рынок, опять же, по выходить из рынка по часовому таймфрейму. То есть, вот, к примеру, на предыдущей ситуации, которая у нас была, когда, собственно, пошло движение восходящее, начиная с мая. Точно такая же ситуация. Мы с вами видим 11 мая, минимальное значение. На следующий день цена подходит к максимальным значениям. 15-го, уже в понедельник, его пробивает. фактически, вот отсюда мы получаем сигнал на присоединение на покупку, на продолжение движения. И, что мы видим дальше, на протяжении практически, когда первые начались попытки пробить, уже практически через месяц. То есть, пара просто росла, и можно было двигаться на этом импульсе вместе с парой. То есть, переносить уровень стоп-лосс за минимальное значение торгового дня. Об этом мы поговорим уже по текущим парам, которые мы отслеживаем. Сейчас рассматриваем именно точку для присоединения. если говорить по Новозеландску, вопрос он был в том, в какой момент наиболее интересный присоединяться, то ответ, на мой взгляд, заключается в том, когда пойдет уже формирование нисходящего тренда. Если мы посмотрим на ситуацию, которая была в конце июня, мы с вами сможем увидеть, что, в принципе, цена также подходила уже к этому значению, и сигналы на продажу уже появлялись. То есть, одни из первых сигналов появились в начале июля, примерно 4 июля. Отсюда уже, в принципе, можно было также продавать. Но, обращу ваше внимание, что данный импульс, он был не столь длинный. То есть, это не значит, что сейчас она не пойдет примерно на понижение. Это значит, что в данном случае пока импульс, он не начался. И к этому нужно быть готовым. То есть, фактически, здесь выход тех продаж, которые могли быть открыты 4 июля, выход произошел бы как раз на прошлой неделе в четверг. То есть, когда цена вновила максимальное значение 10 июля. То есть, уже вот здесь разумно было стоп-лоссу находиться. То есть, перемещать его за ценой. То есть, отслеживать, как закрываются дни и его перемещать. Вполне вероятно, что цена начнет данное движение не сегодня. Цена может остановиться примерно по той области, где она находится сейчас. А уже завтра мы будем отслеживать, как закроется у нас день сегодняшний. А если у нас закрытие произойдет по, вот давайте для примера, по тем минимальным значениям, которые у нас есть сейчас, да, вот опять же целый день, то тогда уже сигнал на присоединение будет несколько раньше, в зависимости от того, как будет закрыт торговый день. И уже уровень стоп-лосс, опять же, может быть меньше. То есть, каждая ситуация может отличаться. То есть, вот есть определенный паттерн, который нужно отслеживать, а уже соотношение риск-прибыль, уровень, куда можно поставить отклонный ордер для присоединения, он будет уже отличаться. Это всегда важно иметь в виду. Поэтому резюме пару если увидим обновление локального локальных минимумов, то есть обновление минимальных значений предыдущих торговой сессии, то вероятно начало нисходящего движения, потенциал по которому может составлять порядка 400-450 пунктов. Это, безусловно, интересно и данную ситуацию мы будем отслеживать. Как я уже сказал, ключевое это что нужно дождаться закрытия по крайней мере одной часовой свечи за уровнем который был обозначен и уже после этого искать точки для присоединения либо ставить отложенный ордер к примеру sell limit на тот уровень который был пробит если мы сейчас обозначили уровень 73.12 завтра открыли терминал и видим что цена уже ушла на 72.90 то есть прошла уже 20-30 пунктов и мы не готовы ходить по рыночной цене то мы можем поставить отложенный ордер как раз на уровень пробития потому что очень часто цена подходит к этим уровням с обратной стороны тестирует и для нас это может быть интересна точка для присоединения уже на продажу вот сейчас вернулся в чат коллеги если есть вопросы по новозеландию что-то хотелось бы уточнить пожалуйста сейчас напишите я посмотрю пока вопрос который написала Марина Марина пишет подскажите пожалуйста можно ли будет вебинар посмотреть в записи нет звука да я Марина просит написать а я с вашего позволения ей отвечу что запись будет у нас на youtube канале надеюсь что у всех остальных со звуком все в порядке хорошо если по новозеландцу все вопросов нет поставьте просто плюсик и мы перейдем уже посмотрим основные валютные пары если есть какие-то вопросы то пожалуйста напишите также в рамках нашего взаимодействия наиболее интересна ситуация когда вы мне на почту присылаете вот как в данном случае был прислан вопрос по новозеландцу вместе со скриншотами вместе с вашим видением рынка в тот момент когда вы делаете этот скриншот мы вместе его разберем то есть найдем те моменты на которые важно обратить внимание здесь по новозеландцу пока важно обратить внимание на то что тенденция на ослабление еще не началась пока подтверждение на нисходящий тренд тренд его еще нет а вот я не сторонник того чтобы входить от уровней я имею ввиду что у нас есть значимый уровень который мы поставили в области примерно 73-69 это уровень косвен мы его для нас обозначили чтобы о нем помнить но входить именно от него когда цена подошла пока у нас нет никаких подтверждений я абсолютно этого не сторонник потому что мы видим что цена прошла порядка 500 пунктов последнего роста и ничто не остановит ее в том случае если у нас тенденция будет меняться на укрепление а как мы видим уже исходя из недельного таймфрейма куда расти вполне есть то есть потенциал роста порядка 1500 пунктов он безусловно также сохраняется и в том случае если мы увидим все-таки уход выше максимальной значений то тогда и уже следующим этапом наиболее интересно будет рассматривать ситуация на покупку да уже по этой паре то есть необходимо будет перестроить свою торговую тактику по данному инструменту Виталий задает вопрос очень хороший вопрос почему закрытие дня более важно чем пробитие уровня и максимума очень часто данные значения не совпадают если мы посмотрим какой-то таймфрейм то очень часто они будут практически совпадать но моя идея заключается в том что почему пробитие дня потому что сюда заложены как я уже говорил все 4 основные торговые сессии и уже это нам дает представление о том куда идут продавцы куда идут покупатели то есть как я уже проводил аналогию это тот же свечной анализ только когда вы рассматриваете на дневном таймфрейме на мой взгляд он как раз наиболее эффективен в рамках дневного таймфрейма безусловно бывают такие ситуации когда необходимо необходимо оценивать те исключения которые бывают вот я сейчас попробую найти такую ситуацию вот для примера очень интересная ситуация сейчас я ее отмечу бывает такое когда цена начинает двигаться практически без остановок и без коррекции тогда здесь необходимо делать скидку на то что цена на цену действуют какие-то дополнительные факторы возможно новости пока мы об этом не знаем вот в данном случае к примеру если мы увидим движение 23 мая которое было то минимальное значение оно фактически было не на коррекции то есть оно начиная с 22 просто пара росла и в данном случае наиболее важным уровнем будет все-таки тот то минимальное значение которое у нас было 19 июля то есть у нас фактически была коррекция и был следующий импульс вот таким образом то есть вот здесь я бы рассматривал данную ситуацию вот эти 4 дня как один день просто потому что здесь фактически не было коррекции все остальные дни которые мы видим когда у нас появляется коррекция до появляться следующий импульс тогда уже имеет смысл рассматривать в таком примере полностью один день один торговый день Илья задает вопрос нет по поводу анализа ВСА вот нет как таковой я его не использую возможно есть какие-то элементы которые схожи это как свечной анализ к примеру аналогию провести можно но вот в том понимании в котором есть я его не использую хорошо давайте сейчас посмотрим тогда основные валютные пары начнем с пары евро-доллар что у нас по ней происходит интересно и что по ней нам можно ожидать ну во-первых я напомню что была определена отметка 1.13 1.13 прошу прощения мы видели это в конце июня и собственно тенденция на укрепление евро в рамках долгосрочного тренда она сохраняется поэтому на текущий момент наиболее интересно именно ситуация на продолжение роста ближайшая цель в рамках дневного таймфрейма это рост в область 1.16 после уже преодоления 1.16 то есть выхода из того диапазона который у нас сформирован уже более двух лет порядка двух лет у нас держится этот диапазон верхняя граница 1.16 нижняя 1.03 то есть порядка 1300 пунктов диапазон но вот если пара уходит выше отметки 1.16 то тогда вероятность роста уже в область 1.30 1.35 будет актуальна пока же мы остаемся в рамках данного бокового движения и движемся в область 1.16 теперь если мы посмотрим уже более мелкий таймфрейм более локально что называется то опять же возвращаясь к паре евро доллар то здесь ситуация на покупку они появлялись 6 июля это у нас была позапрошлая неделя вот обратите внимание то есть мы с вами помним что основная тенденция идет на укрепление на повышение евро по отношению к американскому доллару в начале июля мы увидели коррекцию то есть цена уходит ниже минимальные значения 30 июня закрывается ниже у нас начинается коррекция то есть несколько дней мы корректируем 3 дня а затем 6 июля цена обновляет максимальное значение предыдущей торговой сессии то есть 5 июля и с этих уровней уже начинается тенденция на укрепление то есть на следующий импульс ближайшая цель по данному роту была это безусловно к максимальным значениям порядка 70 пунктов был потенциал я напомню что не все ситуации являются интересными но в данном случае мы рассматриваем ситуацию так как она есть потому что по паре по новозеландцу потенциал снижения в 450 пунктов выглядит гораздо интереснее чем потенциал роста по паре евро-доллар на 70 или на 80 пунктов так как пара евро-доллар находится у своего максимального значения это фактически то же самое как по новозеландцу мы бы искали ситуации на присоединение во время этого роста по самым фактически максимальным значениям наиболее интересным в рамках опять же покупки по новозеландцу было присоединиться здесь как по евро-доллару те ситуации завершения коррекции которые мы рассматривали в данной области также были наиболее интересны потому что с тех уровней цена прошла порядка 350 пунктов первая цель была 1.13 потенциал порядка 150 пунктов уже после закрепления выше данного уровня открылись следующие цели в области 1.15 именно туда сейчас пара и движется в какие-то моменты интересно войти именно после коррекции в тот момент когда коррекция завершается как мы видели это две недели назад сейчас собственно что мы можем сказать по паре евро-доллар тенденция продолжается на укрепление ближайший разворотный уровень по данной паре мы можем отметить на минимальных значениях 13 июля 13 июля и вот как я уже возвращаясь к тому вопросу который был ранее я склонен его отмечать именно на минимуме 13 июля по той простой причине что фактически 14 июля у нас не было никаких коррекций то есть мы везде практически росли поэтому здесь я бы его поставил именно за минимальное значение которое было на 25 фунтов ниже именно по вниманию 13 июля до куда мы опустились и после когда вновили максимум 13 июля подтвердив следующий импульс поэтому если говорить к примеру о покупках покупки невозможны но важно помнить о том что уровень стопло ставится за минимум предыдущего дня то есть именно за отметку 1.13.67 то есть если входить на покупку по текущим ценам то стоплост порядка 100 пунктов составляет потому что если она уйдет ниже данного уровня тогда у нас начнется коррекционно нисходящее движение по данной паре ну а что касается целей как я уже говорил ранее ближайшая цель движения это область 1.16 а текущие цены это порядка 120 пунктов ну и если мы с вами обозначили ближайший уровень стоплост отметка 1.13 то соотношение риск прибыли примерно один к одному то есть такая сделка не является самой интересной в данном случае по паре евро-доллар то что мы сейчас рассматриваем а если мы увидим коррекцию в область 1.14 1.14 1.30 1.14 1.14 ровно то тогда уже соотношение будет в пользу положительного результата то есть когда соотношение будет выше тогда имеет смысл входить в данную сделку вновь на покупку и вот данный уровень который я отметил он является более среднесрочным к примеру пара может уйти в ближайшие несколько дней уйти ниже минимальных значений которые были локальными как максимум как пример минимум сегодняшнего дня а я напоминаю что день пока еще не закрыт поэтому мы полноценно данную точку взять не можем но на обзоре который будет завтра мы обязательно об этом поговорим посмотрим как будет закрыт торговый день потому что уход ниже данного уровня если мы увидим его завтра уже может нам ознаменовать сначала новое коррекционное нисходящее движение по данной паре поэтому сейчас резюмируя евро доллар мы растем но ситуация для входа на покупку пока не самая интересная потому что мы находимся по самым фактически максимальным значениям с коррекцией по завершению коррекции это всегда наиболее интересно как было 6 июля по паре британский фунт американский доллар в пятницу мы видели довольно таки активное движение порядка 180 пунктов пара прошла преодолев опять же целевую отметку в области 1.30 и дойдя до отметки 1.31 по данному активу основное направление на текущий момент остается на укреплении его мы стали отслеживать после уже после ухода из того боковика который был в начале июня его преодолели в конце июня и собственно вот оттуда началось движение восходящее в начале месяца мы видели коррекцию в рамках текущей ситуации мы видели снижение по паре британский фунт и вот как раз завершение данного коррекционного движения которое мы видели 13 июля это была прошлая неделя это был четверг то вот уже с этих точек когда мы получили подтверждение когда у нас появился формировал свеча и открыто и закрыто за этим уровнем уже появился сигнал на присоединение и у нас есть уровень куда поставить стоп-лосс у нас есть опять же цель по прибыли здесь отношение ближайшей цели было примерно один к одному по тому движению которое у нас было пара прошла порядка двухсот пунктов то есть в лучшем случае это был реализован сценарий один к двум но опять же мы не всегда знаем тот потенциал рост который может быть поэтому торговые стратегии можно комбинировать опять же вы можете закрывать часть вашего объема по тому уровню по достижению уровня фиксировать часть прибыли и оставлять определенный объем на дальнейшую работу предполагая то что тенденция продолжится то есть что она не уйдет с этих уровней в коррекцию а продолжится этот же прием можно было использовать к примеру по паре британский фонд если говорить о следующем коррекционном движении вот опять же в рамках того вопроса который был вот я считаю что не совсем корректно опять же отмечать сейчас опять же в рамках среднесрочной тенденции минимум пятницы по той простой причине что начиная с пятницы у нас коррекции практически не было была коррекция но была там порядка 10 пунктов вот здесь наибольшую значимость в рамках уже среднесрочного уровня будет иметь силу минимальное значение которое мы видели 12 июля то есть вот если пара уходит ниже данного ценового значения то есть именно там пока еще должен находиться стоп-лосс если вы входили к примеру взялку на покупку от уровня от пробития данного уровня и пока ему там сейчас и самое место в рамках среднесрочного таймфрейма мы видим формирование следующей волны на уже укрепление на следующий импульс по паре австралийский доллар американский доллар опять же те цели которые мы рассматривали в момент вот начала последнего восходящего движения то есть движение в область 7710 данный план был реализован собственно вот для тех кто опять же впервые я показываю как это происходило то есть у нас основная тенденция в рамках дневного таймфрейма остается на укрепление также сейчас обращу внимание то что фактически по австралийцу мы подошли к локальным максимумом максимальным значением которые последний раз были уже более года назад год и три месяца то есть в апреле 16 года и уход выше максимальное значение 72 а 35 открывая дорогу на рост в область 81 а на текущий момент тенденция по австралийцу идет также на укрепление и тот последний импульс который мы рассматривали пара подошла в область 77 09 но началась тенденция пошла коррекция мы видим что максимальное значение не обновлялись а наоборот 3 июля цена закрепляется ниже минимума предыдущего торгового дня и начинается коррекция а вот уже выход из этой коррекции у нас появился в тот момент когда цена вновь обновила максимум то есть покупатели стали вновь набирать силу и это фактически произошло уже на прошлой неделе 11 11 да это было 11 июля вторник цена смогла закрепиться выше данного уровня и фактически от этих значений можно было также присоединяться на покупку с целями в область 77.10 ближайший стоп лосс в данном случае можно было рассматривать за минимум предыдущего торгового дня это область 75.85 минимум 10 июля и в данном случае соотношение риск-прибыль было порядка 30 пунктов стоп лосс 30 пунктов стоп лосс и 90 пунктов потенциальной прибыли уже 1 к 3 уже интереснее ну и как мы видим дальше тенденция по австралийцу продолжилась на укрепление то есть собственно основная тенденция также сохраняется пара американский доллар японская иена вот здесь ситуация чуть более интересна на мой взгляд зависит если сравнивать с теми парами которые мы только что посмотрели потому что если мы смотрим опять же дневной таймфрейм основное направление остается на ослабление тенденция идет на понижение по данной паре мы подошли к области сопротивления максимальные значения которые были в начале мая преодолеть их не смогли вот как раз с этих уровней мы видели начало уже тенденции нисходящей то есть фактически у нас был было максимальное значение 10 июля на следующий день 11 мы вновь обновили локальные максимумы но к концу торговой сессии все-таки ушли вниз то есть вот такой выброс да вот такие ситуации должны всегда наводить на какие-то размышления то есть вот представьте мы видим резкий импульс да то есть цена вроде обновляет локальный максимум уходит вверх а к концу торговой сессии обновляем локальные минимумы и еще что более интересно закрываемся ниже минимальных значений предыдущего торгового дня то вот такая ситуация в большинстве случаев может послужить как раз ну уж если не разворотом в рамках долгосрочного тренда то краткосрочно мы точно увидим определенную остановку до следующего обновления локального максимума и собственно что мы сейчас видим тенденция на ослабление продолжается потенциал падения по данной паре на текущий момент от текущих цен составляет порядка 370 пунктов это движение в область 108.94 то есть тех минимальных значений которые видели в середине июня и данное движение на текущий момент мы также отслеживаем ближайший разворотный уровень по данной паре находится на максимальных значениях области 14 июля то есть пятницы это отметка 113.57 то есть фактически если открывать сделки на продажу с целью движения в области 110 то уровень стоп лосс на текущий момент может находиться за данным максимумом и на текущий момент текущей цены это порядка 90 пунктов но безусловно наиболее интересно входить в рынок в тот момент когда эта тенденция меняется потому что чем дольше идет тренд тем более ослабевает тот импульс который был ранее отмечен поэтому сейчас по паре американской доллара японской иены тенденция на ослабление сохраняется и ситуации на продажу они также могут быть инициированы но важно на мой взгляд применять такой способ как уменьшение объема то есть если вы стандартно по данной ситуации можете войти в рынок с риском 1% то в ситуации когда вы уже добавляетесь по тренду то есть когда тренд уже формируется несколько дней он продолжается то лучше уменьшать ваш объем то есть входить не одним процентом риска то есть не выбирать такой объем при котором вы потеряете не более чем 1% а входить с риском пол процента или еще чуть меньше тогда вы остаетесь в рынке и минимизируете риск того что если тенденция все-таки завершится то вы выйдете с небольшими для себя убытками так как вошли не в самом начале тенденции не в самом начале тренда по канадцу ситуация несколько похожа но практически вот снижение последнее снижение мы видим уже на протяжении мы видим на протяжении уже порядка 1300 пунктов то есть после того как цена дошла до максимальных значений в области 1.37 по канадцу это снижение и началось безусловно сказать о том что здесь будет тенденция нисходящая мы не могли да вот один из наверное ключевых уровней по которым мы могли говорить о смене тенденции с долгосрочной восходящей на нисходящую это в тот момент когда цена обновила минимальное значение в области тех минимальных уровней которые были в апреле в середине апреля этого года то есть вот там где сейчас у меня стоит курсор и эту ситуацию мы видели практически в прошлом месяце и вот уже отсюда после того как цена ушла закрепилась ниже этих уровней ну первоначально их обновило на первых порах этого достаточно уже рассматривать ситуацию на присоединение то есть вот фактически та область та область которая была сформирована и вот в тот момент когда завершается коррекция уже присоединяться на продажу становится более интересно чем искать покупки то есть уже происходит разворот в торговой тактике по данной системе и фактически одни из уровней которые мы здесь могли видеть вот опять же для примера мы с вами можем разобрать минимум 23 июня цена его обновлять закрепляется ниже данной отметки 27 июня и тенденция идет цена прошла порядка 500 пунктов то есть ничего пока не поменялось тенденция как была нисходящей так и сохранялась и каждый последующий максимум если вы отметите идет выше и выше то есть никаких изменений в рамках смещения силы к покупателям не происходит пока продавцы держат инициативу безусловно в таких ситуациях наиболее интересно присоединяться по рынку тот момент когда мы видим коррекцию коррекция завершается вот тогда входить уже по данной паре вот для примера давайте отметим сделан несколько таких ограничителей обозначим несколько дней и схематично я покажу как можно какие ситуации можно в перспективе рассматривать по данной паре к примеру сейчас у нас один из ключевых уровней которые у нас обозначены это максимальное значение пятницы область 1.27.47 это максимальное значение что для нас будет означать ситуация когда мы увидим пробой данного уровня для нас это будет ситуация начала коррекции начала коррекционного движения в рамках более крупного нисходящего и следующей целью будет найти ту ситуацию в тот момент когда эта коррекция заканчивается то есть войти по завершению коррекции она может быть как 100 пунктов может быть так и 300-400 пунктов это большого значения не имеет сейчас рассматриваем непосредственно сам принцип в какой-то момент произойдет опять же остановка силы покупателей и продавцы вновь начнут брать инициативу в свои руки рассматривать в рамках данного сценария и в тот момент когда у нас формируется какой-то торговый день у нас формируется максимум и уже покупатели начинают терять свою силу фактически когда мы увидим данную ситуацию данного пробития то уже присоединяться на продажу с целью движения в область минимальной значения в область 1.26 будет наиболее интересно то есть у нас есть уровень стоп-лосс который может быть порядка 70 пунктов и потенциал падения порядка 210 пунктов то есть опять же соотношение 1 к 3 то есть ждать когда завершается коррекция и входить непосредственно на ее завершение как вот в том примере как мы сейчас с вами схематично обозначили далее пара еврофунт ну собственно последние активные движения по британскому фунту несколько переломили текущую ситуацию и сейчас в рамках 4-х часового таймфрейма мы больше рассматриваем начало нисходящего движения на текущий момент то есть так как фунт стал расти более активно чем евро ну и собственно это сказалось на данной паре мы видели на прошлой неделе 12 июля максимальный день да то есть вот опять же мы обновили локальный максимум вот видим а концу торговой сессии вернулись закрылись ниже открытия и уже на следующий день цена уходит ниже минимальных значений этого торгового дня то есть вот практически с этих уровней мы можем говорить о начале коррекционного нисходящего движения по данной паре если говорить о покупках то здесь как минимум нужно дождаться закрепления выше отметки 8816 это максимальное значение которое было у нас сформировано в пятницу то есть если мы увидим уход выше закрепление выше данного уровня тогда уже можем говорить к возврату покупок по данному инструменту и тогда уже вероятность движения в область максимальное значение на 8947 будет наиболее вероятно золото та же самая ситуация по золоту на прошлой неделе мы отслеживали уровень в области 1215 долларов за тройскую унцию это максимальное значение которое было 10 июля как раз у нас был неделю назад вебинар как раз мы смотрели эту ситуацию и собственно на следующий день мы уже увидели закрепление выше данного выше данного значения фактически нам это говорит о начале коррекционного восходящего движения по золоту который до сих пор и продолжается ближайший разворотный уровень по золоту имеет смысл оставить на минимум который был в пятницу значение 12500 то есть фактически тот же самый уровень который был прошу прощения 1215 долларов за тройскую унцию и на текущий момент тенденции на укрепление пока сохраняется но вот тут важно отметить и держать в голове тот уровень минимальное значение которое было в мае в начале мая пара его все-таки золото его преодолела и вероятность снижения здесь может быть то есть к этому нужно быть готовым но наибольшую наибольшую значимость по золоту имеет значение в области минимальных значений которые были в марте этого года это отметка 1195 долларов за тройскую унцию если мы увидим золото ниже данного уровня тогда уже падение до 1117 до 1010 будет актуально сейчас в рамках текущей тенденции по золоту мы видим рост я напоминаю что данный подход его можно комбинировать не обязательно открывать сделки на несколько месяцев можно также планировать сделки в рамках данных коррекционных движений но важно помнить о том какие тренды остаются основные потому что который вы рассматриваете что касается нефти марки бренд по нефти мы видели на прошлой неделе завершение коррекционного нисходящее движение краткосрочного на укрепление вновь по нефти марки бренд в рамках часового таймфрейма преобладает если говорить о продажах а потому что продажи на текущий момент остаются все-таки в приоритете в рамках дневного таймфрейма который мы рассматриваем то здесь будет наиболее интересен уровень минимальных значений пятницы это отметка 48.02 если мы увидим обновление и уход ниже данного уровня закрепление за данным значением то тогда уже вероятность снижения по нефти марки бренд в область 44.15 ровно 44.15 44.40 будет наиболее вероятным то есть потенциал снижения может быть порядка 370 350 пунктов пока по нефти мы корректируемся и пока тенденция остается на укрепление в рамках часового таймфрейма который мы отслеживаем по индексу DAX на прошлой неделе мы видели уход выше максимальных значений области сопротивления 12500 закрепились за этим уровнем это произошло как раз 12 июля и опять же на текущий момент если говорить о продажах продажах по данному инструменту то на текущий момент важно отметить то что в пятницу пара прошу прощения индекс попытался закрепиться ниже минимума 13 числа пока это плохо ему удалось то есть мы видим что свеча ушла вниз потом следующая свеча вернулась то есть пока еще индекс DAX консолидируется и на текущий момент наиболее интересный уровень опять же если говорить о продажах о начале продаж он находится на минимальном значении которые были пятницы это область 12500 вот если мы увидим полноценное закрепление ниже этого уровня опять же мы сейчас видим вот эти проколы которые были но пока часовая свеча не закрылась ниже этого уровня то есть не открылась не закрылась поэтому пока говорить о начале продаж о начале коррекционно нисходящее движение по индексу DAX пока еще рано пока мы не видели этого закрепления мы этот вариант не рассматриваем но опять же для тех кто присутствует впервые я напомню что по индексу DAX мы видели обновление исторического максимума произошло это буквально месяц назад чуть меньше месяца назад в июне индекс DAX по данным значениям еще так высоко не был и вероятность начала коррекционного движения она наиболее высока в данном случае а вот завершение коррекции вновь также может послужить интересной точкой для присоединения на покупку по данной паре и так коллеги вот по основным инструментам то что я хотел обсудить мы с вами обсудили сейчас еще несколько минут вы можете написать ваши вопросы которые у вас появились а я обязательно на них отвечу пока вы пишете ваши вопросы я хотел сделать небольшой анонс во-первых для тех кто присутствует на наших вебинарах впервые завтра будет вебинар моего коллеги Фредерика Даниэля который в своем анализе финансовых инструментов делает основной упор на фундаментальный анализ и как раз его вебинар который пройдет завтра в 20-30 вам поможет разобраться и расставить ключевые как раз аспекты с точки зрения фундаментального анализа вот я прикладываю в чат ссылку на вебинары на расписание вебинаров которые будут на этой неделе ну и у Фредерика будет в четверг такой первый вебинар еще пока такого он не проводил он будет посвящен конкретной торговой системе парный трейдинг когда выявляется закономерность между двумя инструментами к примеру нефть марки бренд и нефть марки VTI он расскажет о тех способах которые позволяют проводить данную аналогию и как данный подход используется в трейдинге то есть в четверг в 20-30 такие коллеги для вас анонсы чтобы вы были в курсе актуальных событий ну и также у нас в ближайшие несколько недель будут запланированы обзорные вебинары по криптовалютам обязательно мы сделаем анонс и будем также углубляться что такое блокчейн что такое эфир как все это работает для того чтобы вы также могли себя узнавать новую информацию использовать ее в трейдинге спасибо Анатолий рад что было полезно также коллеги для тех у кого еще нет моей почты в рамках данного вебинара это особенно актуально я ее прикладываю в чат поэтому к следующему вебинару когда у вас появляются вопросы обязательно пишите мне их на почту до следующего понедельника и мы их обязательно разберем максим задает вопрос сейчас я вернусь к золоту и отмечу почему данный уровень является на мой взгляд наиболее значимым по золоту смотрите здесь основной вопрос заключается в том как у нас происходит импульс вот смотрите предыдущее максимальное значение до которого золото фактически доросло это значение 1295 то есть вот тот минимум с которого пошел последний рост цена его не обновила вот если бы цена ушла выше данного уровня а мы видим что она подошла практически пункт в пункт то есть покупатели еще не были готовы двигаться дальше вверх у нас соответственно пошел следующий импульс на коррекцию а вот предыдущий минимум который был в области 1194 он является в данном случае полноценным то есть у нас была коррекция был следующий импульс и вот фактически данный уровень будет более значимым для дневного таймфрейма то здесь логика она заключается именно в этом когда цена стоит у какого-то уровня но пройти его не может то коррекция может быть чуть более глубокой то есть вполне вероятно то есть я для себя рассматривал покупки как ключевой сценарий до тех пор пока золото торгуется выше отметки 1195 долларов за тройку он то есть искать покупки а пока остаемся выше данного уровня а вот если уходим все-таки ниже да то тогда уже переворачиваться рассматриваться по по продажам да кстати коллеги у нас мы с вами также рассматривали ситуацию по паре в строительский доллар швейцарский франк да пока для тех кто присутствовал резюмируем да вот ситуация того что тенденция на ослабление на текущий момент не реализовалась то есть мы видим что по паре в строительский доллар швейцарский франк вот мы преодолели максимальное значение которое было в середине мая да то есть закрепились выше данного уровня и на текущий момент а тенденция на укрепление на движение в области 77,90 уже будет на мой взгляд более актуально поэтому ситуация на покупку по завершению коррекции будут наиболее интересны но в следующих наших встречах посмотрим уже как будет реализован сейчас пока ничего интересного не произошло мы просто ушли выше максимума в области 74,57 но коррекция пока еще не началась в тот момент когда завершится коррекция а присоединяться на покупку уже по данной паре будет наиболее интересно хорошо коллеги тогда на сегодня будем да вот вижу еще вопрос от Виталия прошу прощения сразу не заметил вопрос для открытия сделок вы используете более смотрите Виталий я для себя как правило использую именно часовой таймфрейм то есть для меня это позволяет тратить на анализ рынка не более часа полутора часов в день соответственно для себя вы можете комбинировать есть трейдеры которые будут на 15 минут на таймфрейме тогда нужно находить те ситуации которые вам позволяют присоединиться на более-меншем таймфрейме но чтобы они совпадали уже непосредственно с основным трендом здесь вариаций может быть довольно-таки много но я для себя если вопрос заключается в том как я для себя использую это лично я смотрю часовой таймфрейм но есть определенные комбинации которые позволяют присоединиться на минутном или на пятиминутном фактически те ситуации когда цена начинает двигаться уже в сторону основного тренда искать точку для присоединения в рамках к примеру от пятиминутного таймфрейма это также возможно вот это был бы очень хороший вопрос если вы для себя используете к примеру меньший таймфрейм постарайтесь для себя это комбинировать то что мы сейчас с вами рассказали опять же если подход для вас интересен и на каком-то примере пришлите мне просто скриншот пришлите вопрос где вы входили в сделку и как вы для себя находили данную точку для присоединения мы на нашем вебинаре обязательно сможем посмотреть вот Олег вопрос от Олега на какой конец дня обращаем внимание он у каждой сессии европейский азиатский свой Олег мы обращаем на конец дня именно всех четырех торговых сессий если вы обратите внимание в терминале сейчас еще раз вернусь чтобы посмотреть у нас идут здесь 24 часа то есть фактически все четыре торговых сессий как правило они идут по 8 часов то есть 8 часов работает биржа если такими простыми словами то есть они безусловно друг на друга накладываются но в среднем это примерно 8 часов и здесь нужно отслеживать именно когда завершается от Тихоокеанской то есть от первого часа Тихоокеанской до последнего часа американской сессии фактически брать день когда были проторгованы все четыре торговые сессии в терминале Адмирал Маркетс время оно практически совпадает то есть когда у нас терминале 23.59 то есть это тот момент когда заканчивается уже американская сессия а следующим часом когда уже идет новый день открывается сессия тихоокеанской то есть фактически вот если вы будете отслеживать в терминале метатрейдер от Адмирал Маркетс по тем временным зонам которые есть стандартно 24 часа то это будет как раз торговая сессия полностью торговый день где проторговались все четыре основных основные участники данных торгов хорошо коллеги тогда если пока вопросов нет буду рад их получить как всегда на почту поэтому присылайте на сегодня будем прощаться и увидимся уже на наших следующих обзорах на youtube канале и на этом вебинаре в следующий понедельник в 19.30 на том же месте в то же время всем спасибо за внимание всем желаю хороших торговой недели и уже до встречи всем спасибо и до свидания и до свидания и до свидания в следующем Продолжение следует... 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 Продолжение следует...